Доброго времени суток всем друзьям! Новости из США Игоря Азенберга читает Юрий Рашкин. Как всегда, а ты подписался на Рашкин Репорт на Ютубе, в Фейсбуке и даже на Инстаграме, где ты найдешь нас на странице под названием «Новости USA»? Ведь все это абсолютно бесплатно. Если вам нравится смотреть и слушать новости из США, и вы просто считаете этот проект достаточно важным и нужным, и при этом вы можете это сделать, поддержите Рашкин Репорт на patreon.com на одном из трех уровней. Доллар в месяц – матрешка, пять долларов – чебурашка, или десять долларов в месяц – Борис и Наташа. Спасибо всем, кто уже это делает. Итак, четверг, 13 августа 2020 года. Трамп, не скрывая, бросился в открытую атаку на USPS, почтовую службу Соединенных Штатов. Прямо объяснив реальную причину этого, утром в интервью Fox «Бизнес по телефону» он заявил, «Они, демократы, хотят выделить 25 миллиардов почтовой службе, иначе они не смогут организовать голосование по почте». Конец цитаты. Далее Трамп заявил, что не позволит этого сделать. Когда на его предвыборном телешоу, которое он каждый день проводит под видом коронавирусного брифинга, спросили об этом еще раз, он сказал, что голосование по почте – это, цитаты, «миллионы неизвестно откуда взявшихся, неизвестно откуда посланных бюллетеней». Конец цитаты. Почтовая служба по приказу недавно назначенного своего руководителя Диджоя занялась демонтажом машин для сортировки писем. Во многих центрах под предлогом необходимости их профилактики в одном только таком центре в штате Мэйн уже застряли несколько десятков тысяч писем. Руководство почтовой службы также направило руководителям Пенсильвании и Мичигана ключевых свинг-штатов, а также еще в несколько штатах письма с предупреждением о том, что не может гарантировать доставку во время писем с бюллетенями для голосования из-за жестких сроков такого голосования, определяемого законами в этих штатах. Трамп сел на уже заезженного конька. В течение нескольких лет он был распространителем конспекторов, конспирологической теории о том, что Барак Обама не родился в США и поэтому не имел права быть президентом. Сегодня Трамп решил присоединиться к уже появившимся распространителям конспирологической теории о том, что Камала Харрис не родилась в США и поэтому не может баллотироваться в вице-президенты. В ответ на вопрос журналистки о том, что дает ему основания подвергать сомнению легитимность Камалы Харрис как кандидата и то, что она родилась в Окленде, штат Калифорния. Он сказал о конспирологе, распространяющем абсурдную конспирологическую теорию о Камале Харрис, цитата, «Это очень известный, выдающийся юрист», конец цитаты. Судя по невероятно массированной атаке на Камала Харрис, продолжающийся третий день, ее Трамп и его окружение реально боятся. Президент пригрозил, что в случае своего переизбрания добьется отмена социального налога на зарплату с 1 января, то есть добьется прекращение финансового фонда социального страхования, из которого выплачиваются пенсии и оплачивается медицинская страховка для пенсионеров. В утреннем интервью Fox Business Трамп также фактически потребовал от генпрокурора Бара предъявить обвинение тем, кто начал расследование Рашигейта. Трамп заявил, что если Бар это сделает, он войдет в историю как, цитата, «выдающийся генеральный прокурор», конец цитаты. Президент также разругал им же назначенного директора ФБР Кристофера Рея, заявив, что тот недостаточно снабжает Бара материалами для расследования. Того, как проходило расследование Рашигейта, и намекнул, что это может стоить Рею должности, цитата. «Посмотрим, что будет дальше», конец цитаты. Употребил он одну из своих любимых фраз. На сегодняшнем предвыборном коронавирусном брифинге произошла эпическая сцена. Трамп дал слово корреспонденту «Хавпост». Состоялся такой диалог. Журналист. «Мистер президент, не сожалеете ли вы о трех с половиной годах непрерывной лжи?» «Трамп, трех с половиной годах чего?» «Журналист, трех с половиной годах лжи, обмана!» «Трамп, чьей лжи?» «Журналист, вашей, мистер президент!» Трамп не нашелся, что ответить. Он показал пальцем на другого журналиста и сказал «Следующий вопрос». Президент устроил в среду утром предвыборное представление в овальном кабинете, на котором объявил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты решили установить дипломатические отношения, присутствовавшие тут же. Зять президента Кушнер и министр финансов Мнуччи по очереди расхваливали Трампа, заявляя, что он выдающийся миротворец и только благодаря ему выдающемуся посредничеству такое выдающееся достижение стало возможным. Позднее советник по национальной безопасности О'Брайан заявил на брифинге для журналистов, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира и выразил надежду, что он будет номинирован на эту премию за то, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты решили установить дипломатические отношения. Ну что ж, не получилось получить премию за ядерное разоружение Северной Кореи? Не получится, конечно, и сейчас, но предвыборный спектакль с высокими чиновниками в главных ролях сыгран. Ведущие газеты и телеканалы получили сигнальные экземпляры книги бывшего адвоката и решалы Трампа Майкла Ковена, который называется «Нелояльный» и будет опубликована в сентябре. Книга, конечно, обещает быть очень интересной. Приведу несколько цитат, опубликованных на сайтах ряда мидия. «Помимо его жены и детей, я знал Трампа лучше, чем кто-либо другой. В каком-то смысле я знал его лучше, чем даже его семья, потому что я видел этого человека в стриптиз-клубах, на темных деловых встречах и в те моменты, когда он не пытался скрыть, кем он является на самом деле. Мошенник, лжец, жулик, хулиган, расист, хищник, аферист». Трамп смошенничал на выборах при помощи России. Как вы узнаете на этих страницах, потому что делать все, что угодно, и я имею в виду все, что угодно для победы, всегда было его бизнес-моделью и образом жизни. По прошествии нескольких месяцев размышлений о человеке, которого так хорошо знал, я стал еще более убежден в том, что Трамп никогда не покинет свой пост мирно. Скандалы, всплывшие в последние месяцы, будут только продолжаться со все более и более высокими уровнями предательства и обмана. Если Трамп выиграет еще четыре года, эти скандалы окажутся только верхушкой айсберга. Я уверен, что Трамп знает, что ему грозит тюремное заключение, если он идет с поста неизбежная холодная карма за пресловутые выкрики «посади ее». Но это вкратце известный мне Трамп. Он проецирует свои грехи и преступления на других отчасти для того, чтобы отвлечь и спить с толку. Но в основном, потому что он думает, что все такие же коррумпированные, бесстыдные и безжалостные, как и он. Ядовитое мышление, которое я слишком хорошо знаю. Кто бы ни был следующим после Трампа хозяином в Белом доме, если нынешнему президенту не удастся стать лидером, пожизненным лидером, как он начал периодически шутить, а Трамп на самом деле никогда не шутит. Он обнаружит клубок мошенничества, жульничества и беззакония. Трамп и его приспешники сделают все, чтобы скрыть эту реальность. И под всем я имею в виду все, что угодно. Конец цитаты. Спасибо всем, кто прослушан и просмотрел. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Ну и как всегда, если вы являетесь гражданином США, регистрируйтесь на выборы в ноябре. Если голосование по почте существует в вашем штате, просите уже сейчас, чтобы вам выслали избирательный бюллетень, когда он будет готов. Также пишите в комментариях, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости США Игоря Озенберга читал Юрий Рашкин. Новости США Игоря Озенберга. Продолжение следует...